Всем привет! Сегодня я вам расскажу не только об одном очень интересном месте, но и вообще поведаю, как мы ищем информацию о тех или иных заброшках, которые посещаем. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Осенью прошлого года в одной из своих экспедиций мы обнаружили этот странный заброшенный дом, наполненный старинной мебелью. Никакой информации про него в интернете не было. Ну и это неудивительно, потому что это не какой-то там замок или богатая особня. Это просто маленький буржуазный дом в небольшом французском городке. Располагался он тоже довольно странно. Вдали от всех прочих домов, окруженный полями и небольшим лесом. Здесь не было даже дороги, чтобы проехал автомобиль. Лишь маленькая тропинка, также укрытая растительностью. О том, что дальше находится какое-то жилище, говорили лишь три старых почтовых ящика в начале тропы. Да вот такая структура, где когда-то стояла фигурка Девы Марии. Дверь оказалась, Настяш, открыта. Ветром или какими-нибудь последними неряшливыми посетителями, я не знаю. Было немного не по себе, но мы все равно зашли. И словно бы оказались в капсуле времени, переместившись лет на сто назад. В целях безопасности мы решили сначала осмотреть дом на предмет чего-то присутствия, как иногда бывает в нашей практике. И просто поднимались этаж за этажом и не верили своим глазам. Как это все могло так сохраниться? Осмотр решили начать с чердака. Здесь было три небольших закутка комнаты, а остальное пространство занималось раскиданными повсюду вещами и шкафами с книгами. Внутри мы нашли несколько документов, на одном из которых была дата – 1948 год. И имя хозяина – Роберт Дюпрей. Сразу предупреждаю, что имена используются вымышленные, потому что это как-никак история настоящей семьи. Больше всего внимания привлекла лестница между чердаком и вторым этажом. Стена здесь была увешана небольшими картинами. А там, где они отсутствовали, на обоях в некоторых местах остался след, что когда-то они здесь все-таки были. На втором этаже было четыре спальни среднего размера. Старинная мебель, застеленные массивные кровати, картины и кресты на стенах. Это место было чем-то невероятным. И, скорее всего, его последними жителями были какие-нибудь богатенькие старички. Мы смотрели на оставленные предметы и пытались через них понять историю этого места. Кто тут жил и что здесь случилось? В одной из спален, например, мы нашли много женских портретов, лежащих на разной прикроватной мебели. И, скорее всего, это была сама хозяйка. Мы сделали вывод, что она умерла раньше своего мужа, в скорби доживающего оставшееся ему время уже без нее. А еще мы нашли здесь разные игрушки, детские стульчики, элементы одежды. Значит, у пожилой пары были и дети. И, судя по девчачьей туфельке, точно была дочка. На первом этаже располагалась большая, состоящая из двух частей, гостиная, где стояли стол и старая пианино. Скорее всего, это была такая зона культурного отдыха. Сюда попадало больше всего света, что располагало жильцов читать здесь книги и заниматься музыкой. Также на первом этаже располагалась и кухня. Это, кажется, было единственным местом, где стояла раковина и куда, возможно, была проведена вода. В самом доме мы нигде не нашли туалетной комнаты. И, как позже узнали, раньше просто было принято, что туалеты находились на улице. Закончив осмотр дома, мы решили немножко пройтись по двору. И тут нам попалась вот эта странная могила. Там не было никаких надписей, плит. Это была просто большая кованая ограда. Но сразу было понятно, что там кого-то похоронили. Причем, наверное, кого-то важного, раз так близко к дому. Также на территории был колодец, из которого брали воду на все нужды. Нашли и туалет, прятавшийся в сарае за листвой большого дерева и не слишком заметный с первого раза. Рядышком еще был один дом поменьше и с собачьей будкой около входа. Внутри небольшая комната, бывшая кухня. Там стоял стол и несколько шкафов и стульев. В доме был еще и второй этаж, но лестницу на него кто-то сломал и поджег. Подняться было невозможно. Мы вернулись к себе домой, но, кажется, в моих мыслях этот дом меня не отпустил. У меня было огромное количество вопросов и ноль ответов на них. Ну и еще у меня было имя настоящего хозяина. Go with internet! Как и предполагалось, информации было не очень много. На сайте с архивами региона под этим именем мы нашли только один документ о смерти ребенка, на имя самого хозяина и второе женское имя. И так мы узнали, что супругу его звали Вивьян. Как-то это свидетельство о смерти и могильная ограда у дома связались у меня в одно целое. Могло ли такое быть, учитывая, что он умер совсем в младенчестве? Поискав еще немного, нам на глаза попался сайт про разные фермы региона. И там вскользь сфигурировало имя Роберо Дюпре. Такая-то ферма владелец Роберто Дюпре. Зацепившись за этот сайт, мы нашли телефон человека, его создавшего, местного краеведа, которому решили на следующий день позвонить. К сожалению, пожилой человек никогда лично не был знаком с Робером, только отметил странное положение его фермы. И тут я вспомнила, что ящиков-то там было три штуки, Быстренько отыскав нужное видео, стал обглядываться в имена на них, но обнаружила только на одном – Миссио Мартан. Но минуточку, в доме документы совсем на другое имя. Кто же тогда настоящий или последний хозяин? Меня так мучили все эти вопросы, и так хотелось побыстрее найти на них ответы, что мы взяли и поехали туда еще раз, чтобы поговорить с соседями. Первый человек, живший ближе всего к этому дому, в общем-то, ничего нам толком и не сказал, потому что переехал сюда уже тогда, когда дом был заброшен. Отметил только, что часто видит, как разные люди сюда приходят. Ну и посоветовал обратиться к дедушке-старожилу, жившему отсюда в паре домов. Не очень быстро, но пожилой человек все-таки открыл нам дверь и предложил зайти. Говорил он с трудом, поэтому удалось выведать у него не слишком много. Зато мы получили ответы на главные вопросы. Настоящим хозяином был не Мартан, а месье Дюпре. Плюс у него была наследница, дочка, которая сейчас где-то живет под Парижем. Больше не став мучить дедушку расспросами и оставив его спокойно готовить себе суп на обед, мы отправились на кладбище в поисках ответов на свои вопросы. Очень хотелось найти имя месье Дюпре и узнать его годы жизни. На маленьком кладбище мы ничего не нашли, но зато встретили местную жительницу, которая выгуливала свою собаку и попытались узнать что-нибудь у нее. Про существование дома она знала, но про хозяев ничего не смогла сказать и посоветовала нам пойти в мэрию и узнать у них. А вот что нам рассказала женщина-мэр, когда мы туда пришли. Дом заброшен уже где-то 25-30 лет. Месье Дюпре умер около 30 лет назад, один в своем доме. У него была дочь Катрин, которая сейчас живет где-то под Парижем. Первое время после смерти хозяина в доме еще доживал охранник. По словам мэра, когда она вступила на этот пост, он там еще жил. Как раз тот самый месье Мартан, имя которого сохранилось на почтовом ящике. Женщина знала его только два года, а потом он умер. Жил он как раз в том небольшом строении, которое мы посчитали летним домиком. Ну а уже было три почтовых ящика. Чей последний? Третий почтовый ящик для еще одной прислуги, которая когда-то проживала в доме вместе с хозяевами. Скорее всего, на чердаке. Формально дом относится вообще не к их городу, а к соседнему, более крупному, граница с которым как раз проходит по этому дому. Странно, но факт, учитывая довольно крупный лесной участок между домом и городом. Вот почему мы ничего не нашли на кладбище. Надо ехать на кладбище другого города и спрашивать еще в другой мэрии. После смерти охранника дом начал пустовать. Дочка-наследница является настоящей хозяйкой этого дома, но живет от него довольно далеко. Мэр ее заочно тоже знала. Когда-то Катрин интересовалась, возможно ли подыскать нового охранника для дома, который бы жил поблизости. Но это не было в интересах городка, и дом продолжал пустовать. Про него постепенно стали узнавать, и вот туда залезли воры. Тогда городская молодежь организовалась и отправилась в дом, чтобы забрать оттуда все важные документы и личные фото хозяев, и принести все это в мэрию. До сих пор у нас на чердаке там, поделилась мэр. Ждет, пока хозяйка заберет. Ну почему же она тогда не продала этот дом? Многие спрашивают, грустно покачала головой мэр, но хозяйка отодвигает все предложения. Говорит, что ни за что не продаст. Дом ей дорог, как память. Пусть она им и не занимается, и не приезжает. Теперь уже у нее и сил, наверное, на это нет. В возрасте она. У нас остался последний вопрос. Мы же нашли свидетельство о смерти ребенка на сайте. Возможно ли это, что они похоронили его вот прямо так, прямо рядом с домом, и поэтому они и так не хотели продавать этот дом впоследствии. Трудное тогда было время. Возможно? Кажется, история начала немного проясняться. Ну и придя домой, мы первым делом начали искать хоть какую-нибудь информацию о Катрине. Возможно, ее номер телефона. Но ничего. В дом мы пришли еще где-то два раза за три-четыре месяца и просто с ужасом отметили, как сильно он деградировал. Побитая посуда, исчезнувшие предметы, следы вечеринок, ужасный токсичный запах и в конце концов сломанная крыша на чердаке. Представляете, какие-то дегенераты просто выломали крышу, и теперь дождевая вода заливает весь чердак и все оставленные здесь вещи. Еще мы отметили, как сильно за это время поменялась энергетика дома. Если в первый раз мы пришли туда и все было нормально, мы чувствовали себя довольно комфортно, то в последующие визиты нам хотелось сбежать от этого дома куда подальше. В одной спальне, где, как мы предполагаем, доживал свои последние дни пожилой месье Дюпре, у нас с Вадимом в один момент, а именно момент съемки старых найденных открыток, случилось две вещи. Штатив с камерой Вадима просто упал на пол, повредив объектив, а моя камера секундой позже выдала ошибку на экране и зависла. Мы растолковали это как знак побыстрее отсюда уйти. А много позже мы узнали, что в этом доме проводили довольно успешные паранормальные исследования. Кстати, в мэрию города, в который относился дом, мы все-таки съездили, но особо ничего не узнали, потому что город оказался довольно большим, и мэр не знала историю каждого дома и каждого его жителя. Только посмотрела по архивам, что месье Дюпре купил этот дом в 1906 году. Мы уже почти забросили эту историю, пока однажды наш друг не прислал нам сообщение, что в доме появился охранник. Собрав по хапку все свои вопросы, мы просто на следующий день поехали с ним знакомиться. И не ожидали, как сильно это перевернет наши знания об этом месте. Молодой парень, немного за 20, при нашем приближении к дому сразу высунулся из открытого окна. Мы попросили и его рассказать историю этого дома. Земля, вместе с частью леса и полями, была выкуплена Робером Дюпре в 1906 году. В конце 1907 года уже был отстроен этот дом. Семья была богатой и жила со слугами. Парень знал этот дом с самого детства, потому что его хозяева, Катрин и Патрик, были дальними знакомыми его бабушке с дедушкой. Стоп! Кто такой Патрик? Оказывается, детей в семье Дюпре было двое, мальчик и девочка. Ладно, двое наследников. И что с ними стало? Они заболели и умерли в начале 2000-х. Сначала Патрик в 2001-м, потом Катрин. Да ладно, мэр нам сказала, что Катрин жива и живет где-то под Парижем. Да нет, конечно. Иначе бы она никогда не позволила дому дойти до такого состояния. Она очень его любила и при жизни ни за что не хотела его продавать. Просто не забывайте, что мэр, с которым вы общались, не отвечает за этот дом. Это не в ее городе. Все архивы в мэрии города по соседству. Вот так поворот. Оказывается, никого из наследников уже нет в живых. Да к кому же тогда дом принадлежит? После смерти наследников оплата за землю не поступала в городскую казну более пяти лет. И потому по закону земля вместе с домом перешла к мэрии и ей принадлежала. Лет шесть назад это все выкупил местный фермер. И в настоящее время это он является законным владельцем. Фермер дом не трогал, интересуясь в первую очередь полями. И дом спокойно стоял себе нетревожимый в тени деревьев, пока в последние месяцы вандалы совсем не озверели и не сломали крышу. Сейчас фермер решил дом сносить. И пока подготавливаются бумаги, парень нанят как охранник. К слову, он сказал, что знал про этот дом с самого детства. И все это время на его памяти он был необитаем. Даже фото нам показал. С теми же практически вещами, только немного переставленными. Дело в том, что некоторые фотографы, когда приходят на заброшенные места сделать свои фото, иногда могут переставлять вещи, чтобы получить свои уникальные кадры. Вот с такой историей мы столкнулись и так глубоко она нас задела. К сожалению, нет ничего вечного и этот дом скоро будет разрушен. Но зато останутся вот такие фото и видео воспоминания об этом месте и о людях, которые когда-то там жили. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно расследовать эту историю вместе с нами. Ну и до новых встреч, до новых видео. Пока! Кира, скажи пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»